Новые вылеты и новые цели в Сирии. Воздушно-космические войска России продолжают участие в антитеррористической операции против боевиков исламского государства. Больше половины заданий ночные. Говорят, боевики перед российскими самолетами беспомощны. Маскировкой устаревшие зенитно-ракетные комплексы бесполезны. Маневрировать в темное время суток больше они не могут. Каждые несколько часов террористы лишаются части своей инфраструктуры. В Минобороны России журналистов держат в курсе операции специальные брифинги дважды в день. Последние данные у Сергея Зенина. Первые кадры боевого применения многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34. Точное поражение замаскированного командного пункта террористов. Объект уничтожен полностью. Черный кружок. Огромная воронка, образовавшаяся на месте падения авиабомбы. Российские Су-34 наносили точные удары по целям с высоты более 5000 метров. Бортовое прицельно-навигационное оборудование этих самолетов позволяет обеспечить попадание по любым наземным объектам с абсолютной точностью. С применением данного типа самолетов мы можем наносить удары по объектам террористов группировки ИГИЛ на всей территории Сирии. Российская авиагруппа в Сирии работает в дежурном режиме. Летчики либо в воздухе, либо отдыхают, готовясь к новым боевым вылетам. 12 целей поражены за прошедшие сутки. 18 боевых вылетов, из которых 10 ночью. Ночные авиаудары наносят существенный ущерб террористам, потому что практически не дают им возможности менять позиции. На экране полевой лагерь подготовки террористов ИГИЛ в районе Маорет-Эн-Нуман. В левой части лагеря расположен, выявлен в ходе разведывательных мероприятий, склад боеприпасов и взрывчатых веществ. Российские штурмовики Су-25 ночью нанесли два последовательных удара по этому объекту ИГИЛ. На кадрах видеосъёмки точное попадание авиабомб по складу оружия террористов. На кадрах хорошо видны воронки от разрыва бомб на территории полевой лагеря вне населённого пункта. В районах наибольшего сосредоточения техники и вооружения террористов штурмовикам Су-25 помогали фронтовые бомбардировщики Су-24. Позиции бояков на окраине Маорет-Эн-Нумана. Авиаударом бомбардировщиков Су-24 уничтожены позиции бояков на въезде в населённый пункт Маорет-Эн-Нуман. На видеосъёмке зафиксировано попадание авиабомб в укрытие бояков на блокпосту и их возгорание. Информация о каждом боевом вылете поступает в Национальный центр управления обороной. Дважды в день сюда приглашают журналистов, чтобы предоставить исчерпывающую информацию о действиях нашей авиации в Сирии. Буквально через несколько часов поступят свежие данные.